Смотрите, у нас новая тема. Мы закончили обсуждать последовательности, ну не то, чтобы прям совсем закончили-закончили, но, по крайней мере, какие-то основные вещи обсудили. И сейчас будем обсуждать основную, собственно говоря, историю, которая относится к анализу функции одной переменной. Это как раз функция одной переменной. Вообще слова функции и отображения в какой-то мере синонимы. Глобально любое отображение можно назвать функцией, а любая функция по существу является отображением. Ну просто немножко разные контексты. Обычно, когда говорят про отображение из чисел в числа, то обычно такие отображения называют функциями. Ну и в частности там. Предмет, который мы не изучаем. Так, у кого-то звук не выключен. Кого-то сейчас замьютить. Сейчас замьютить у всех. Вот, в общем, короче говоря, давайте я скажу так. Условное определение такое, что мы будем обсуждать функции, мы будем обсуждать числовые функции, значит, числовой функцией. И пока что мы будем обсуждать функции однопеременной. Называется отображение из некоторого множества x в r, где x – это некоторое подможество r. То есть, короче говоря, просто говоря, отображение из вещественных чисел в вещественные числа. Вот. Ну, это, в принципе, объект, который вам знаком, собственно говоря, весь там 10-11 класс в школе занимается тем, что проходит как раз функции. Так что многие понятия вам будут сейчас знакомы. Но главное понятие, которое мы будем сегодня обсуждать, это понятие предела функции, пределы функции в точке. И это материал, который для вас, скорее всего, будет новым. Хотя, возможно, не для всех. Вот. Ну, смотрите, давайте, прежде чем мы будем говорить про пределы, пределы, немножко поговорим про всякие другие штуки, связанные с функциями. Давайте еще немножко по определению пройдемся. Значит, что у нас бывает про функции? Ну, давайте начну с каких-нибудь примеров. Допустим, у меня есть функция f, которая отображает r в r. И эта функция устроена так. f от x равняется x квадрат. Вот хорошо всем знакомая функция. квадратичная. Тут, наверное, нет никаких вопросов. На самом деле, можно рассматривать ту же самую функцию. Вот я написал, что у меня f от x равняется x квадрат. Сейчас кого-то надо замьютить. Значит, я написал, что f от x равняется x квадрат. Теоретически можно было бы рассматривать то же самое отображение, но только определенное не на всех вещественных числах, а на каком-то подножестве. Например, можно представить себе какую-то функцию g, которая устроена так. Допустим, она отображает, допустим, луч от 0 до плюс бесконечности, тоже f r, и задается ровно той же самой формулой. Это две разные функции. У них разные области определения. Давайте я скажу, что вот эта штука, которая x, называется областью определения функции. x областью определения. То есть в каждой точке этого x значение функции должно быть определено. Давайте какую-нибудь картинку нарисую с параболой. Можно себе представить, например, график функции x квадрат. Значит, вот это график функции y равняется f от x. Давайте какой-нибудь другой цвет возьму. А вот это, вот такой вот кусочек, это график функции y равняется g от x. То есть как бы это та же самая функция, но мы теперь считаем, что она определена не всюду, а определена только на положительных числах. То есть функция другая, хотя задается той же самой формулой. Значит, если функция задана формулой, если просто написана какая-то формула, типа там единица на x, допустим, у нее есть естественная область определения. Или максимальная область определения. Это множество тех значений, при которых выражение, в принципе, имеет смысл. Илья, прошу прощения, вы можете еще раз повторить вам написанную фразу? Да, сейчас скажу. Смотрите, я говорю следующее, что вот пусть, я говорю, что у меня задана какая-то функция, скажем, у меня сказано, что h от x равняется единице, деленное на x. И если я ничего не говорю дополнительно, то ничего не говорю про область определения этой функции, то всегда у такой штуки есть некоторая естественная максимальная область определения. То есть это то множество чисел, на которых, то множество значений x, для которых соответствующая формула, в принципе, имеет смысл. То есть вот, например, какая естественная область определения для вот этой функции, которую я написал, единица, деленная на x. Ну, x не равен нулю. Да, значит, например, для h, лишь такой естественной область определения будет все, кроме нуля. Но при этом мы можем дополнительно как-то ограничивать наши функции, если я захочу рассматривать функцию, заданную вот этой формулой, но на меньшей области определения, допустим, только на положительных числах, на отрицательных. Я это тоже могу сделать, но мне для этого нужно будет отдельно сказать, что вот давайте рассмотрим функцию, которая задана вот этой формулой, но определена не всюду, а вот только на каком-то подможестве. Не всюду, где эта формула имеет смысл. Но если специально не оговорено, считается, что если функция задана формулой, то она определена всюду, где, в принципе, можно поставлять ее значения, хоть какие-то. Тут есть некоторое терминологическое разночтение разночтение в том, как вообще называются всякие объекты, связанные с функциями и с отображениями. Значит, смотрите, давайте я скажу так. Значит, в терминах, когда мы говорим про отображение, вот пусть у меня есть такая штука, смотрите, пусть у меня есть какое-то множество x, даже неважно какое, и здесь у меня есть какая-то точечка x, и здесь есть какое-то множество y, и вот у меня есть какое-то отображение f из x в f от x. Значит, и тут есть немножко разные обозначения, точнее, разные терминологии. Значит, когда мы говорим про функции, мы говорим, что x является аргументом, f от x является значением функции в точке x. Когда мы говорим про отображение, мы те же самые объекты называем чуть-чуть по-разному. x называется прообразом, значение f от x называется образом x под действием f. Вот, тут как бы я буду использовать в лимитре мини-ту и другую терминологию, просто нужно понимать, что это просто два разных способа называть одно и то же. Вот. Хорошо. Есть ли вопросы на текущий момент? Кроме вопроса о том, если будет ли сегодня самостоятельная лекция. Есть. А когда мы говорили про g от x и f от x, обе параболы, одна от минус бесконечности до бесконечности, другая от нуля до плюс бесконечности. Там получается, да, та, которая вот меньше от нуля до плюс, это как бы одна из ветвей параболы, что ли, получается? Да, да. Ну, на графике получается одна из ветвей параболы, да. Но смысл в том, что это как бы две разные функции, потому что у них разная область определения. Но при этом они задаются одной и той же формулой. Формула y равняется x квадрат. То есть как бы функция, она… Когда мы говорим про функцию, мы обязаны, так сказать, явно или неявно, задать область определения этой функции. Можете наверх чуть-чуть поднять. Так, наверх это сюда или наоборот? Да. Спасибо. Так, ну хорошо, можно дальше ехать, да? Окей, давайте ехать. Так. Хорошо. Чего еще я хотел сказать? Значит, у функции бывают всякие разные свойства. Давайте поговорим про какие-нибудь свойства функций. Мы определяли разные свойства для последовательностей. У функции есть похожие свойства. Например, бывает такое свойство, которое называется, допустим, возрастание. Это означает, что большим значением аргумента соответствует большее значение функции. Формально это означает следующее. Ну вот. Давайте представим себе, что у меня есть две точки. Одна точка x1, другая точка x2. И я в каждой точке вычисляю значение функции. И если значение функции в большей точке больше, чем значение функции в меньшей точке, то такая функция возрастает. Значит, формально возрастание означает, что для всех x1 и x2, если x2 больше, чем x1, то f от x2 больше, чем f от x1. Давайте я еще скажу, что вот эта вот штука x, на которой определяна функция, область определения, иногда мы будем обозначать эту штуку d от f, область определения функции. Поэтому здесь я могу написать, что x1 и x2, они оба лежат в области определения функции d от f. Ну иначе, как бы иначе вот эта штука бессмысленна, потому что иначе не определенное значение. Значит, это возрастание, бывает еще убывание. Соответственно, то же самое, только в другую сторону неравенства. Ну и соответствующие нестрогие свойства. Невозрастание. Это как бы нестрогое убывание. Значит, это то же самое, только здесь нужно знак поставить вот такой. и есть, соответственно, неубывание. Оно же нестрогое возрастание. Это то же самое, только знак нужно поставить вот такой. Ну, на самом деле, функции могут, значит, то, как я сейчас написал, подразумевается, что функция ведет себя соответствующим образом на все области определения. Но, в принципе, вы можете представить себе функцию, которая на каком-то участке возрастает, на каком-то участке убывает. В этом случае, вот в этом определении нужно вот эти вот переменные брать не из всей области определения, а только из того участка, который вас интересует. Ну, давайте я напишу, что, например, возрастает на множестве, на каком-то множестве а. Это означает, что для всех х1, х2, принадлежащим а, а х2 больше х1, а следовательно, f от х2 больше, чем f от х1. Ну, например, представьте себе, что у меня есть какая-нибудь такая функция, тип синуса. Значит, вот какая-нибудь функция, которая ведет себя вот так вот. Значит, она убывает, допустим, от минус 2 до минус 1, потом возрастает, допустим, до 1, а потом снова убывает до 2. Вот как вы считаете, если я… А потом, допустим, возрастает снова до 3. Вот как вы считаете, правда ли, что таким образом заданная функция, значит, если это график функции y равняется f от х, можно ли сказать, что она… значит, возрастает ли такая функция на объединении от… нет, не так… от минус 1 до 1 и от 2 до 3. Значит, вот такой вопрос. Значит, нарисована функция, график которой убывает от минус 2 до минус 1, возрастает от минус 1 до 1, убывает от 1 до 2 и возрастает от 2 до 3. Можно ли сказать, что эта функция возрастает на объединение от минус 1 до 1 и от 2 до 3? Не строго… Ну, хорошо, пусть не строго. Значит, пусть… Значит, я, допустим, правда ли, что эта функция возрастает или не строго? Ну, вот смотрите, на самом деле она даже не строго не возрастает, потому что если я возьму вот это объединение, то, смотрите, у меня по определению я должен рассмотреть обе точки, которые лежат в этом множестве, и они могут лежать в разных отрезочках. И если я, например, возьму эти две точки таким образом, одну точку возьму вот здесь, поближе к единице, у которой значение большое, а другую точку возьму на другом отрезочке, поближе к двойке, у которой значение маленькое, видно, что в этом случае значение функции будет… Значит, вот это условие нарушается, что большему значению функции соответствует большее значение аргумента. То есть такая функция на каждом из отрезочков, которые я здесь перечислил, возрастает, а на их объединении не возрастает, то есть не является возрастающей. Так будет правильнее сказать. окей? Значит, здесь ответ нет. Не является. Хорошо. Значит, чего еще у нас есть? Есть еще свойства тоже, опять же, по аналогии со свойствами последовательности, есть еще свойства ограниченности. Опять же, можно говорить про ограниченность на все области определения, можно говорить про ограниченность на каком-то участке. Но давайте я скажу просто ограниченность для всей области определения. Объединение буквально так же, как для последовательностей. значит функция ограничена если найдется такое c что для всех иксов из ее области определения значение функции f в точке x по модулю меньше c ну и соответственно и есть опять же ограниченность сверху это значит просто f от x меньше c ограниченность снизу значит наоборот f от x больше c значит это абсолютно то же самое что с последовательностями определение буквально такой же если какие-то вопросы так хорошо с ограниченностью по моему тут вообще нет никаких тонкостей особых давайте пойдем дальше значит чего я еще хотел сказать здесь про функции да значит ну собственно говоря я думаю что вы все понимаете как устроены графики функций но давайте на всякий случай еще раз про это скажу значит у нас есть декартовая плоскость и по определению график функции это множество это множество точек на декартовой плоскости множество точек x и y таких что x пробегает всю область определения функции и для каждого икса посчитано значение y и и соответственно взята точка взята точка соответствующей координаты y значит про графики самое главное что нужно знать про графики это то что не всякая кривая является графиком функции например какая-нибудь вот такая кривая является графиком функция а скажем скажем вот такая кривая не является графиком функции но по крайней мере точно не является графиком функция y равняется f от x потому что одному одному и тому же значению x а тут соответствует больше чем одно значение y для графиков такого не должно быть потому что значение функции должно быть определенно однозначно а значит не является графиком функции здесь нарисован график у которого есть несколько точек пересечения с некоторой вертикальной прямой такая штука не является графиком функции вот хорошо ну что про какие-то совсем общие свойства функции я наверное поговорил ну хорошо давайте еще раз мы заговорили про графики давайте я еще дам пару определений значит бывают функции функция называется отчетной и если ее область определения симметрично относительно нуля то есть x принадлежит области определения тогда только тогда когда минус x принадлежит области определения функция f и для всех иксов из области определения f от x равняется f от минус x и функция называется нечетной аналогично аналогичное начало только концовка различается равняется минус f от x значит функция четная если f от x равняется f от минус x функция нечетная если f от x равняется о нет я ерунду какую-то написал значит f от x равняется минус f от минус x или давайте я лучше так напишу давайте я лучше минус перенесу в другую часть мне кажется так будет чуть чуть более понятно f от минус x равняется минус f от x короче из нечетных функций из аргумента можно выносить можно выносить знак минус значит на графиках это означает следующее что у вас четная функция у нее график должен быть симметричен относительно вертикальной оси какая-нибудь вот такая штука четная функция скажите еще раз нечетное когда что значит нечетное когда f от минус x равняется минус f от x и у нечетной также области определения на симметрича да 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 ну и да ну и иначе просто вот это равенство не напишешь но я вот здесь вот написал как бы прочерк который означает что нужно скопировать все вот все вот это вот значит значит давайте какую нечетную функцию нарисую график нечетной функции должен быть симметричным относительно начала координат вот в принципе нетрудно видеть что это так потому что например у четной функции точка с координатой x и какой-то y если она лежит на графике то на графике должна обязательно лежать и симметричная точка потому что если вот мы x заменим на минус x а y оставим прежним то это как раз и будет соответствовать тому что мы взяли значение f от минус x и оно оказалось равно значение f от x а для нечетной функции симметрии должны быть относительно начала координат так мы же наоборот написали нет сейчас ну по крайней мере так по крайней мере все что сейчас нарисовано на картинке все правда по моему с чем вы видите противоречия ну так нечетная она же симметрична относительно оси o y сейчас значит нечетная симметрична относительно начала координат смотрите у меня если у меня есть какая-то точка с координатами x и y то которая лежит на графике функции то если я теперь возьму симметричный x то я должен взять симметричный y то есть если я поменяю знак у x то я должен поменять знак и у y получается вот такая точка на графике значит вот эти вот две точки на графике они как бы если взять отрезы которые их соединяют то он обязан проходить через начало координат и они получаются друг с другу отражением относительно начала координат симметрии относительно начала координат центральная симметрия такая как я снял ваше ваше недоумение или нет ну вроде да вот хорошо вот ну это пожалуй все из таких совсем общих свойств функций давайте давайте наверное поедем дальше значит основной основное понятие которое мы сегодня будем обсуждать не только сегодня но и на протяжении я бы сказал остатка курса ну не остатка но больше существенной части оставшейся это понятие предел функций в точке значит давайте я прежде чем я буду давать формальное определение предела функции в точке давайте я покажу несколько примеров значит пример первый давайте я возьму какую-нибудь функцию например y равняется x квадрат построю ее график значит вот у меня график функции y равняется x квадрат и давайте возьмем какую-нибудь точку допустим точку 2 точку 2 наверное надо взять подальше чуть-чуть и задам такой вопрос если x будет приближаться к точке 2 допустим я буду брать какие-то точечки которые близки к точке 2 не важно слева или справа и буду находить соответствующие значения функции то есть соответствующие y к чему будут приближаться эти самые y значит вот я взял один какой-то x вот я взял другой какой-то x посчитал y вот я взял x еще поближе посчитал соответствующие значения y и так далее значит мне мне можно как угодно близко приближаться к двойке но запрещено заходить в саму двойку вопрос куда будут приближаться значения y к четырем к четырем значит утверждение такое значит если у меня есть функция f от x равняется x квадрат если x приближается к двум то f от x приближается к четырем ну в данном случае это как бы совершенно понятно и в этом нет никакого сюрприза вот если я посчитаю значение функции в точке 2 она будет как раз равно 4 и график функции представляет собой такую непрерывную кривую поэтому в общем понятно что мы будем просто по графику если отмечать соответствующие точки на графике то понятно что мы будем как бы по графику приближаться вот к этой точке 2 и 4 и понятно что y координаты будут приближаться к 4 тут совершенно нет никакого сюрприза и вообще непонятно зачем гордить огород но тем не менее значит давайте посмотрим на эту картинку на этот вопрос и увидим что действительно ответ ровно на такой как написано сейчас мы будем задавать похожий вопрос для других функций где возможно это будет где возможно ответы будут чуть менее ожидаемыми давайте рассмотрим такую функцию давайте рассмотрим такую функцию например значит скажем у меня есть функция давайте как-нибудь обозначу g от x которая устроена так она равняется например трем x если x не равен скажем единице и нулю если x равен единице значит вот такой способ с скобкой это такой способ задания функции которая определена по разному разными формулами на разных участках области определения значит мы говорим что значение g от x определяется таким образом если выполняется вот это условие условие x не равняется 1 то значение g от x определяется по вот этой формуле которая стоит перед следующим условием в данном случае это 3x а если x наоборот равняется единице если выполняется второе условие то используется другая формула такой способ задания кусочный способ задания функции ну давайте я построю график этой функции значит x y значит это будет какая-то вот такая штука значит здесь у меня где-то есть точка 1 в точке 1 значение функции становится равным нулю а дальше она снова продолжается вот так значит у меня получилась такая прямая y равняется 3x на которой выколота точка соответствующей x равняется 1 и в точке x равняется 1 значение функции оказалось равным единице и давайте я теперь задам по отношению к этой функции такого же типа вопрос значит вот у меня есть эта графика y равняется g от x и я задаю вопрос к чему приближается значение g от x если x приближается к единице но не заходит в единицу значит опять же я могу представить себе что я выбираю какую-то последовательность например значений какой-то последовательность значений x которая стремится к единице но никогда не равна единице как-нибудь вот так она ведет себя значит становится все ближе 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 к единице и спрашиваю к чему будут приближаться значения g от x значения y значит есть версии что предела не будет и есть версии что к трем значит смотрите поскольку я явно потребовал чтобы моя последовательность не заходила в точку 1 последовательность значения x вообще значение x то с точки зрения вот этого вопроса поскольку у меня запрещено появляться в точке 1 с точки зрения этого вопроса моя функция ничем не отличается от функции 3x потому что у нее единственное отличие от функции 3x происходит вот ровно в точке ровно в точке x равняется 1 в которую нам запрещено заходить поэтому ответ будет такой же как был бы ответ в случае если бы функция была просто 3x значит если x приближается к единице то значение функции будет приближаться к трем несмотря на то что значение функции в самой точке 1 совершеннейшим образом не 3 значит понятен ли этот момент а какое значение в точке x равна 1 значит значение в точке x равно 1 для нашей функции равно нулю ну просто я так функцию определил я сказал что g от x будет равно 3x если x не равно 1 и 0 если x равно 1 но тем не менее ответ на вот тот вопрос который я задал ответ на вопрос о том к чему будет приближаться значение g от x когда x приближается к единице но не заходит в единицу а ответ к трем значит вот у меня вот эти точечки на графике у будут приближаться как раз вот к этому числу 3 вот заметьте что этот пример отличается от предыдущего примера потому что в предыдущем примере у меня предел оказывался тем же самым что и просто значение функции в точке если я поставил вот эту двойку просто вот эту формулу получил бы число 4 и это было бы как раз значение предела для вот такой картинки ситуация немножко другая потому что если просто подставлю число 1 в эту формулу то я должен буду использовать вторую строчку определения и сказать что значение функции равно нулю но предел функции в точке 1 будет не 0 а 3 этот пример показывает что мы определили что-то новое по сравнению с просто значение функции в точке мы пока еще ничего не определили но по крайней мере пытаемся понятно ли это идея ну давайте я приведу еще какой-нибудь пример давайте теперь такую функцию возьмем значит вот пусть у меня есть функция давайте пусть она будет h от x которая устроена так она есть 3x когда x меньше либо равняется единице и скажем 2x когда x больше единицы вот такая функция давайте построить какую-нибудь картинку значит до единицы до единицы это функция которая ведет себя как 3x а после единицы это функция которая ведет себя как 2x значит у него должен поменьше наклон какой-то вот такой значение функции x в точке 1 равно 3 вот это 3 и это 2 значение функции значение функции h в точке 1 равно 3 но при этом для тех значений которые больше единицы она описывается функции 2x поэтому если чуть-чуть отклонялся от единицы вправо то у меня уже значение будет не 3 ну и давайте попробую задать тот же самый вопрос что и раньше значит к чему приближается h от x когда x приближается к единице то есть какой здесь может быть ответ ну наверное если x стремится слева то к 3 а если справа то к 2 да действительно значит видно что тут все зависит от того с какой стороны приближается но вот если я просто спрашиваю к чему приближается точнее так если я говорю что x просто приближается к единице не указываю с какой стороны то это означает что он может приближаться как угодно то есть он может скакать на самом деле между значит кусочком справа от единицы и кусочком слева от единицы и при этом в общем мы совершенно не контролируем с какой стороны он приближается и что тогда можно ответить значит есть версия что 2,5 но непонятно почему почему бы она должна быть 2,5 ну может конечно вы просто видимо сделали усоединение между двойкой и тройкой но на такой операции тут такая операция тут неприменима значит и не правда что он приближается к 2,5 потому что 2,5 это где-то вот здесь где-то вот здесь по серединке но на самом деле он не приближается к 2,5 он может приближаться значение у может приближаться либо к тройке либо к двойке а 2,5 наоборот будет далеко ну да значит предела так как оно написано когда х просто приближается к единице без указания с какой стороны этого предела нет в данном случае ответ ни к чему не приближается нет предела ну потому что мы можем с одной стороны мы можем приближаться к двойке с другой стороны мы можем приближаться к тройке а одного числа к которому мы бы приближались бы его просто нет значит такое тоже бывает ну ладно отсутствие пределов нас теперь не удивить вот как понятно ли эти понятно ли эти иллюстрации то есть я пока не не вводил никакого формального понятия но я хочу чтобы по крайней мере на интуитивном уровне было понятно что здесь происходит как есть ли вопросы хорошо ну давайте тогда Ну, давайте я тогда попробую поговорить про формальное определение предела. Значит, давайте представим себе, что… А, да, прежде чем я буду говорить про формальное определение, давайте… Давайте… Сейчас, как лучше сделать. Ну, ладно, давайте попробуем придумать его, а потом введем необходимую терминологию. Значит, вот у нас есть какая-то функция f. Значит, у меня есть какая-то функция. Не очень понятно, как она себя ведет, но вот как она себя ведет. И я взял какую-то точку, ну, пусть будет x0. Значит, здесь у меня ось x. И я хочу сделать такое утверждение. Я хочу сделать утверждение, что когда x приближается к точке x0, значение моей функции будет приближаться к чему-то. Значит, вот у меня функция y равняется f от x. Ну, и давайте я возьму какую-нибудь точку а. Или ладно, пусть будет b. Значит, я хочу сказать, что когда у меня значение x близко к x0, то значение y близко к b. Ну, что это означает? Что означает близко? Значит, мы уже привыкли, когда мы обсуждали понятие предела последовательности, мы привыкли к тому, что можно ввести какую-нибудь меру близости, сказать, насколько близко. А потом потребовать, чтобы оно было бы, чтобы как бы выполнялось бы любое условие близости, что как хотим сделать близко, так и сделаем близко. Значит, в случае с пределами последовательности мы говорили так, что вот я хочу, чтобы у меня элементы моей последовательности были бы на расстоянии меньше, чем 1 десятая, допустим, от предела. Мы говорили, окей, возьмем ε, равный 1 десятый, нам выдадут какое-то n большое. Значит, если мы только возьмем элементы последовательности, начиная с этого n большого, то они все будут ближе, чем на расстоянии 1 десятая от предела. Здесь мы хотим сделать какую-то похожую штуку, но только здесь у нас нет последовательности, а есть функция. Но идея примерно такая же. То есть мы хотим сказать вот что. Мы хотим сказать, что мы можем заставить значение функции быть как угодно близким к точке b. То есть мы хотим заставить значение функции быть в какой угодно маленькой окрестности точки b. Давайте я начну писать определение. Значит, давайте я начну его писать в начале, начну писать начало этого определения и начну писать конец этого определения. В начале у меня будет точно так же, как и определение предела последовательности, в начале у меня будет для всякого эпсиума больше нуля. В конце я хочу сделать заявление, которое говорит, что значение функции близко к точке b. Значит, я сейчас делаю утверждение. Предел при x, стремящемся к x0, f от x равняется b. Значит, что мне нужно написать в конце? Значит, вопрос в первую очередь, естественно, к тем, кто раньше определения предела не видел, потому что те, кто видели, конечно, знают, что нужно написать, и это неинтересно. Профессионалы в конкурсе не участвуют. Значит, что я хочу написать в конце, чтобы по смыслу было бы значение f близко к b. f от xn-b меньше ε? Да, значит, f от чего-то там минус b по модулю меньше ε. По поводу xn-b тут, на самом деле, можно действительно определять предел с помощью последовательностей, и получится, так называемый, предел по гейна, который мы еще будем обсуждать. Но сейчас я хочу сформулировать немножко другое определение. Хотя, причем, в начале сегодняшней лекции, когда я рисовал картинки, я подумал, что, может быть, нужно нарушить традицию сначала дать определение предела по гейну, а потом из него вывести определение по каши. Значит, ну, хорошо. Давайте пока пробуем думать не про последовательность, а думать просто как бы про произвольное значение x. Значит, но действительно требование именно такое, чтобы в конечном итоге мы хотим добиться того, чтобы значение f, значит, чтобы расстояние между значением f и точкой b, вот такое вот расстояние на графике, чтобы оно было меньше ε. Теперь вопрос. Что нам нужно потребовать, чтобы этого добиться? Понятно, что просто так, вот я возьму какую-нибудь точку, она будет какую-нибудь точку вот здесь. Но вот она будет как-то далеко, ее значение будет как-то далеко от точки b. Какого типа условия нужно наложить на x, чтобы мы могли бы такого типа утверждения добиться. Значит, я хочу теперь вот это формализация понятия о том, что значение f близко к b. А теперь я хочу как-то формализовать идею о том, что сам x должен быть близок к x0. Ну, то же самое для x0. То же самое, а то же самое… То есть, к концу x0 и там по модулю тоже, чтобы было меньше чего-то. Да, меньше чего. Ну, пускай тоже ε. Ну, смотри, если будет меньше тоже ε, то может быть неудачно. Если вы хотите вот такую штуку сделать, то тогда, например, представьте себе, что у меня… Значит, вот если бы мы сделали вот такую вещь, представьте себе, что у меня функция, которая устроена так. Давайте рассмотрим функцию y равняется 2x. Вот такую функцию. Значит, ну и давайте возьмем какую-нибудь точку 1, скажем. Ну, чего? Понятно, да. Теперь у меня, если x есть расстояние от x до x0, то есть до единицы будет ε, то соответствующее расстояние по y будет вдвое больше, потому что моя функция все удваивает. И это не то, что мы хотим. c умножить на ε. Да, но тогда возникнет вопрос, а кто такое c? Можно просто сказать, что существует какое-то некое k, что x минус x0 по модулю меньше k. Совершенно верно, совершенно верно, да, отлично. Смотрите, значит, обычно эта штука обозначается не k, а дельтой, и мы ее будем тоже обозначать дельтой. Значит, знакомьтесь с новой греческой буквой. Значит, утверждение на самом деле такое. Для всякого эпсиона большего нуля найдется некоторая дельта. Она вообще тоже больше нуля, но это в этом случае не очень важно. Такое, что верно следующее утверждение, что если расстояние от x до x0 меньше дельты, то расстояние f от x до b меньше ε. Давайте посмотрим сейчас на это определение и скажем, нравится оно вам или нет. Насколько оно соответствует тем интуитивным картинкам, которые мы рисовали выше. То есть пока что сказано следующее, что для всякого эпсиона большего нуля найдется такая дельта больше нуля, что если x минус x0 меньше, чем дельта, то тогда f от x минус b меньше, чем эпсиона. Значит, и ту, и другую разность нужно взять по модулю. Модуль x минус x0 меньше дельта, следовательно, модуль f от x минус b меньше эпсиона. Да, значит, у нас на степени возникает проблема с тем, что вот этому условию, условию о том, что модуль x минус x0 меньше дельта, удовлетворяет в том числе точка под названием x равняется x0. То есть если так оказалось, что у нас в самой точке x0 значение функции какое-нибудь сильно отличающееся от значения близких точек, как у нас было в одном из примеров выше, то вот это определение перестает работать. Оно говорит, что в этом случае предела вообще нет. Потому что тогда, с одной стороны, мы должны были бы сказать, что когда x не равняется x0, у нас будут одни значения, близкие к одной точке, а когда x равняется x0, у нас будут другие значения, близкие к другой точке. Это не то, что мы хотим. Поэтому на самом деле здесь нужно наложить более хитрое условие, а именно нам нужно сказать, что обязательно x не равняется x0. Но обычно это формулируют вот таким образом, пишут двойное неравенство. Модуль x минус x0 меньше дельта, и одновременно он же больше нуля. Да, и сейчас и действительно Александр правду говорит, нужно написать квантер, но теперь можно написать просто квантер для всякого x. И вот оно, полное определение предела. Для всякого epsilon большего нуля найдется такая дельта больше нуля, что для всех x справедливо следующее. Если расстояние от x до x0 больше нуля и меньше дельта, то расстояние от f от x до b меньше epsilon. Давайте посмотрим на это определение. Как оно вам? Ну, вас уже все-таки не напугать определением с тремя квантерами. На самом деле видно, что оно дико похоже на определение предела последовательности. В определении предела последовательности разница определения предела последовательности такая, что когда мы обсуждали предел последовательности, у нас n стремилось к бесконечности, то есть становилось очень-очень-очень большим. И условия, которые мы накладывали, это условия, а достаточно ли большое это самое n. И там было условие, найдется такое n большое, что если n маленькое больше, чем n большое, то условие такого типа выполняется. А сейчас у нас другое условие на x. Сейчас у нас условие на x, что x близок к x0. И оно формулируется так, что разница между x и x0 достаточно маленькая, меньше, чем какая-то дельта. Но в остальном эта штука по структуре очень похожа на предел последовательности. Мы по-прежнему говорим, что мы хотим заставить нашу величину быть, в данном случае это значение функции, быть достаточно близким к значению предела. И для этого мы накладываем ограничения на x. Раньше накладывали ограничения на n, теперь на x. И ограничения сейчас выглядят вот таким образом, что x достаточно близок к x0. Насколько близок, настолько, насколько мы захотим, главное, чтобы нашлась такая дельта. Значит, можем ли мы взять очень большую дельту? Смотрите, если вы берете очень большую дельту, как бы, смотрите, вот здесь квантер для всякого x. Если вы взяли большую дельту, то такое, что там нашелся какой-то x, который удовлетворяет вот этому условию, это не означает, что вы нашли хорошую дельту. Потому что вот эта штука, вот вся вот эта вот вещь должна выполняться для всех x. Да, это хороший был вопрос. Значит, да, смотрите, для того, чтобы на самом деле всю вот эту вот штуку написать, видно, что мне нужно, чтобы у меня функция f была бы определена где-то, по крайней мере, ну вот в какой-то окрестности точки x0 должна быть определена. И справа от x0, и слева от x0. В самом x0 не обязательно, чтобы она была определена, но нужно, чтобы она была определена, как говорят в проколу, так, в окрестности точки x0. Иначе просто это определение не имеет смысла, ну, точнее, оно просто никогда не будет выполнено, просто потому что вот эту штуку нельзя будет посчитать, если у вас будут какие-то проблемы с областью определения. Ну, давайте я все-таки введу некоторую терминологию, которая мне понадобится. Значит, определение. Я хочу сделать три определения, связанные с окрестностями. Первое. Окрестностью точки какой-то точки А называется любой открытый интервал от c до d, который содержит в себе точку А. То есть мне нужно, чтобы А принадлежал этому интервалу от c до d. Ну, попросту говоря так, я просто, вот у меня нарисована точка А, и любой открытый интервалчик, который эту точку содержит, называется ее окрестностью. Значит, я напомню, что открытый интервал — это штука, которая не включает концы. Значит, это множество тех иксов, которые меньше правой границы интервала и больше левой границы интервала. Значит, есть отрезок, а отрезок включает в себя свои концы. А есть интервал, а интервал не включается. То есть в интервале вот эти неравенства строгие. А в отрезке эти неравенства не строгие. Слово открыто здесь в какой-то мере излишне, потому что обычно, когда говорят интервал, сразу понятно, что речь про что-то открытое, про что-то не включающее свои концы. Но я на всякий случай уточняю. Значит, второе определение, которое мне нужно. Эпсилон окрестности точке А называется интервал от а-эпсилон до а-эпсилон. Значит, это то, с чем мы уже сталкивались неоднократно. Значит, если я просто рассматриваю множество точек на расстоянии меньше эпсилон от данной, то как раз и получается эпсилон окрестность данной точки. Значит, вот здесь у меня А. У меня пусть будет А минус эпсилон. Пусть будет А плюс эпсилон. И вот эта штука – это эпсилон окрестность. Ну, понятно, что вместо эпсилона можно поставлять любые другие переменные или конкретные числа. Например, можно спросить что-нибудь про одинокрестность данной точки или про дельта-окрестность данной точки. Значит, вот эта штука она же записывается как множество таких иксов, что расстояние от х до а меньше эпсилон. И обозначение, которое я сейчас ввожу, раньше не использовал, у эпсилон от А. Значит, это обозначение для эпсилон окрестности. У с индексом эпсилон от точки А. И, наконец, мне нужно третье определение проколотой. эпсилон окрестности точки А называется такое множество. это А минус эпсилон А плюс эпсилон выкинуть А. Или это что-то же самое множество тех иксов, для которых верно вот такое неравенство. Проколотая эпсилон окрестность это то же самое, что просто эпсилон окрестность, а только из нее саму точку, вокруг которой эта крестность строится, выкинули. Значит, обозначается у эпсилон, а сверху такой кружочек. Значит, у эпсилон с кружочком от А. Это проколотой эпсилон окрестности. Значит, это множество чисел, которые удовлетворяют неравенством модуля х минус А больше нуля и меньше эпсилон. А разница между окрестностью точки А и эпсилон окрестностью точки А это только включенность крайних точек, да, получается? Нет, в обоих случаях крайние точки не включаются, значит, и здесь, и здесь интервал открытый. Просто эпсилон окрестность это некая конкретизация. Всякая эпсилон окрестность является просто окрестностью. Но это эпсилон окрестность это просто окрестность как бы радиуса эпсилона или ширины 2 эпсилона. Ну, просто в какой-то ситуации у меня хочется явно сказать, что вот это окрестность, которая имеет заданный заданный радиус. А в простой окрестности может быть разное расстояние от С до А и от П? Да, да, да. Не обязано быть симметричной. Ну, как правило, это на самом деле без разницы, потому что, как правило, нас будет интересовать ситуация, что мы всегда можем окрестность уменьшить и сделать ее симметричной. Но вообще по определению, да, неважно, может быть, не симметричной. Так, давайте я еще нарисую картинку для... проколотой окрестности, значит, это у нас точка А. И вот у нас такой... Вот такая вот штука является проколотой эпсилон-окрестностью. А минус эпсилон, А минус эпсилон. Вот так, это точка в самом себе выклада. Вот. Ну, на самом деле, это все нужно для того, чтобы чуть-чуть покороче сформулировать определение предела. Ну и вообще терминологии будут полезны в дальнейшем. Давайте я переформулирую определение предела с этой терминологией. Значит, оно будет выглядеть так. Значит, определение предела с помощью окрестностей. Значит, опять же, я делаю утверждение, что предел при х, стремящемся к х0, f от х равняется к какому-то b. И теперь это определение выглядит так. Для всякого эпсилона большего нуля найдется такая дельта больше нуля, что для всякого х, принадлежащего кому? Проколотый эпсилонокрест... Проколотый дельта окрестности. Да, проколотый дельта окрестности точки х0. Значит, f от х принадлежит эпсилонокрестности точки b. То есть, иными словами, мы утверждаем следующее. Мы утверждаем, что для всякого эпсилон найдется такая дельта, что мы можем, что все точки из проколотой дельта окрестности точки х0 под действием f переходят в эпсилонокрестность точки b. Давайте я еще картиночку пористую. Так, что я хочу? Я хочу график. Значит, вот у нас есть точка b, вот у нас есть ее эпсилонокрестность, дальше вот здесь у нас есть точка х0, здесь у нас есть эпсилонокрестность точки х0. И, соответственно, я утверждаю следующее. Как еще это можно читать? Я говорю так, что я хочу, чтобы f от х лежала внутри эпсилонокрестности точки b. Как мне загнать f от х в эпсилонокрестности точки b? Ответ. Нужно загнать сам х в подходящую проколотую дельта-окрестность точки х0. Если это удается сделать, то все, победа, и мы доказали, что победа равен b. Если это удается сделать, для всякого эпсилона. Значит, у вас стандартная картинка такая, что вот у нас вся проколотая окрестность, она вся переходит вот в эту эпсилонокрестность. Не очень неудачную картинку нарисовал. Ну, как-то так. Вот. Ничего нового на самом деле здесь не добавилось, просто вместо того, чтобы писать нерависть с двумя модулями, я теперь пишу удельт с кружочком. Не знаю, что вам больше нравится, нерависть с двумя модулями или удельт с кружочком. Модули точно не забудешь. Вот это забыть просто элементарно. Ну, это как бы вопрос привычки, когда вы 150 раз напишите у дельта, у дельта, у дельта тоже. Да, можно еще вопрос. Давайте. А у нас будет определение по гейне? Ну, потому что вы не написали, что то это определение по каши, и как-то меня это смутило. Да, это определение по каши, определение по гейне тоже будет. На следующей лекции определим предел по каши, определим предел по гейне, докажем, что есть два определения эквивалента. Все будет. А у нас получается вот крайнее значение х0 минус дельта, оно переходит на картинке вашей. Вот левое значение х0 минус дельта, оно переходит в b минус эпсилон, да? Ну, я криво нарисовал, но оно не обязано переходить прямо-таки в b минус эпсилон. Сейчас давайте я чуть-чуть приведу эту картинку в порядок. Давайте я возьму вот такую точку в качестве b минус эпсилон. Главное, чтобы оно переходило бы... А, попадало, да? А, все. Нужно, чтобы оно попадало внутрь этой окрестности. Ну, опять же, совсем крайнее значение нас не очень интересует, потому что нас интересует все, что внутри. То есть нас интересует, чтобы точки, которые лежат в этой окрестности, не включая ограниченную точку, они переходили бы опять же в открытую окрестность, не включая ограниченную точку в открытую эпсилон-окрестность точки b, соответственно, по y. Ну, вот так вот. Вот так все должно работать. То есть как бы вся эта проколотая дельта-окрестность должна переходить целиком внутрь проколотой, проколотой, не обязательно проколотой, а просто эпсилон-окрестности точки b. Да, мы будем искать пределы по определению. И начнем прямо сейчас. Как с крошечкой в теке делать, я не помню. Кажется, есть какая-то бэкслэш от цирк, что ли. Ну, я напишу вам. Не помню просто. Вот. Окей. Давайте найдем какой-нибудь предел по определению. У нас как раз есть 8 минут на то, чтобы что-нибудь такое сделать. Смотрите. Давайте сделаем такой зацикленный сюжет и вернемся к началу истории про пределы. Мы обсуждали, что предел при х стремящемся к 2 от х квадрата равен 4. Давайте докажем это. Значит, что я хочу доказать? Я хочу доказать, что для всякого эпсилон большего 0 найдется такая дельта, что для всех х. давайте я пока с модулями напишу. Модуль х минус 2 меньше эпсилона больше 0 будет выполняться утверждение, что меньше сигмы же. Дельта. Дельта, конечно. Ой. Будет выполняться утверждение, что модуль х квадрат минус 4 меньше эпсилон. Значит, опять же, точно так же, как и в случае с пределами последовательностей, когда мы хотим доказать вот такого типа утверждения, нам нужно научиться генерировать такое дельта по эпсилону, чтобы это неравенство выполнялось. Ну, давайте подумаем, как это неравенство заставить выполняться. Значит, давайте рассмотрим это неравенство. Давайте рассмотрим вот такую штуку. Левую часть этого неравенства хочу рассмотреть. Что я тут вижу? Тут вижу разность квадратов. Давайте скажем, что это есть модуль х-2 на х-2 или это есть произведение двух модулей. я расписал модуль х-4 который мы хотим сделать меньше эпсилона. Я расписал его как модуль х-4 равняется модуль х-2 умножить на модуль х-2. Теперь давайте посмотрим на вот это выражение которое у нас получилось. Значит, что здесь можно сказать? что вы можете сказать что-нибудь про сомножителя который у нас здесь есть? Один из них меньше дельта и больше нуля. Да, значит, по крайней мере про первый из них можно точно сказать, что он меньше дельта, потому что нас интересует не все иксы, а только те иксы, которые лежат в соответствующей дельте окрестности, проколотой дельте окрестности. Значит, то, что эта штука больше нуля, нам сейчас не очень интересно, нам важно то, что она меньше дельты. Значит, первый сомножитель меньше дельты, модуль х-2 меньше дельта. Ну, хорошо, мы хотели бы все прямо ограничить как-то сверху. Ну, второй меньше, чем дельта плюс 4. Второй меньше, чем дельта плюс 4, да. На самом деле, можно даже так сделать, смотрите, можно даже не слишком сильно здесь заморачиваться, а можно сказать вот что. Смотрите, значит, вот у нас есть х, который живет где-то вблизи точки 2. Значит, давайте я нарисую точку 2. И вот у нас есть какая-то дельта-окрестность точки 2. Значит, 2 плюс дельта, 2 минус дельта. И здесь есть где-то, значит, вторая скобка это модуль х плюс 2, можно сказать, что это расстояние от х, где-то у меня здесь х, что это расстояние от х до минус 2. Значит, вот это расстояние это и есть модуль х плюс 2. Теперь смотрите, я могу на самом деле сделать такую штуку. Я могу потребовать, чтобы моя дельта была бы меньше чего-нибудь конкретного. потому что дельта я все равно сам выбираю. И как я ее буду выбирать, это уже мое дело. Давайте я потребую, чтобы дельта была меньше либо равна единице. Тогда что вы можете сказать про модуль х плюс 2? Больше единицы? Я хочу ограничить его вот так. Я хочу сказать, что он меньше либо равен чему-то. Если дельта у нас меньше либо равна единице, давайте самую большую дельту возьмем, какая бывает. Давайте скажем, что у нас дельта равна единице, тогда х будет лежать от 1 до 3. И тогда его расстояние до минус 2 будет самое большое равно 5. Вот это как бы самая плохая ситуация, которая у нас бывает. Модуль х минус 2 меньше либо равняется 5 в этом случае. Можно аккуратно это распределить. А можете спросить? У нас же строго меньше 5 нет. Ну вообще-то. Пожалуйста, давайте напишем строго меньше 5. Я согласен. Я согласен. Вот. Ну да, та картинка, которую я нарисовал, она как бы вот эта вот точка, она все-таки чуть-чуть левее тройки, потому что строго неравенство. Но здесь это не очень важно. Вот. Хорошо, то есть смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что одна скобка меньше дельта, другая меньше 5. Обе скобки положительные. Это значит, что их произведение меньше, чем 5 дельта. Вопрос теперь. Как выбрать дельту так, чтобы вот эта штука была меньше эпсимона? теперь возвращаемся к исходной нашей задачи, что мы хотим доказать вот это утверждение. Это означает, что нам нужно по эпсилону научиться генерировать дельту. Возьмем дельту меньше, чем 1 пятая эпсилон. Да, собственно говоря, можно просто взять, можно даже взять здесь, чтобы было бы не меньше, а можно взять, чтобы было бы, например, меньше либо равно. Все равно будет строгое неравенство, потому что здесь строгое неравенство. И можно взять просто, возьмем дельту, равное эпсилон, деленное на 5. Есть, правда, одна проблема с этим выбором. Какая? Мы потребовали, чтобы дельта была меньше единицы, и это не для всех эпсилон. Да, вдруг пришел злоумышленник и подсунул нам большой эпсилон. Как правило, злоумышленник хочет подсунуть маленький эпсилон, но тут злоумышленник решил подсунуть большой эпсилон. Да, но вот уже Александра правильно написала, нужно взять просто минимум из эпсилона, деленное на 5 и единица. Тогда автоматически сработает вот это условие и автоматически сработает вот это условие. и все. Значит, если мы взяли такую дельту, то выполняется это условие, значит, выполняется вот это условие, вот это условие выполняется, оно всегда выполняется, значит, выполняется вот эта штука, с другой стороны, 5 дельта не превосходит эпсилона, и, значит, выполняется неравенство, которое мы хотим, вот это неравенство. И все утверждение доказано. А почему мы берем минимум из ε деленное на 5 и единицы? Потому что мы хотим, чтобы выполнялось два условия. Первое условие, чтобы Δ не превосходила ε деленное на 5. Иначе у нас вот в этом месте оценка не пройдет. А второе условие, мы хотим, чтобы Δ не превосходила единицу, потому что именно это условие позволило нам оценить второе со множество здесь, модуль x плюс 2. Можно еще раз про эту оценку, пожалуйста? Почему мы сказали, что оно меньше 5 Δ? Почему? Сейчас. Ладно, потому что один со множеством меньше Δ, другой со множеством меньше 5. Значит, их пределение меньше 5 Δ. А почему тогда меньше 5? Почему модуль x плюс 2 меньше 5? Смотрите, значит, я взял Δ, не превосходящую единицу. В этом случае значение x меняется в интервале, самое большое, от 1 до 3. Значит, самая большая разность будет в том случае, когда x будет близок к 3. То есть понятно, что для так выбранной Δ, значит, если мы хотим увеличить модуль x плюс 2, то нам нужно увеличивать x. И самое большое значение x, которое только возможно, оно будет очень близко к 3. Значит, по крайней мере, оно будет не больше 3. И, значит, модуль x плюс 2 будет меньше 5. Можно было бы это написать формально, потому что там пара неравенств. Но мне кажется, полезно посмотреть на эту картинку и убедиться в том, что это действительно так. Значит, вот наша максимально возможная range для x. И видно, что модуль x плюс 2 – это как раз расстояние от точки минус 2 до x. Если мы хотим его максимизировать, то нам нужно отогнать x как можно правее. На правей тройке не отгоним. Если Δ кажется поменьше, ну, все эти же самые рассуждения не работают. Ну, просто вот у меня будет Δ какая-нибудь вот такая, и самый большой x будет где-то вот здесь. Но все равно здесь расстояние будет меньше 5. Как, увидел? Да, спасибо, понятно. А почему мы рассматриваем Δ именно меньше либо равной единицы? Почему нельзя посмотреть больше? Нет, смотрите, значит, здесь мне просто нужно было как-то оценить вот эту штуку. Самый простой способ оценить эту штуку, которую я придумал, такой. Взять какую-то конкретную дельту и убедиться в том, что с этой дельтой или с меньшими дельтами эта штука оценивается. И у меня все получилось. Я мог бы здесь сказать, что пусть, значит, потребуется, чтобы Δ была меньше либо равняется 2 или 3, или 1 и 2. Все сработало бы точно так же, но вот эта константа поменялась бы. На это ни на что не влияет. В принципе, можно было бы здесь явно оценить через дельту, но тогда здесь возникла бы какая-то квадратичная штука, зависящая от дельты. Ну да, мы могли бы записать, да, что x плюс 2 мучить. Ну, дальше мы бы мучились бы с тем, что нам нужно было бы... У нас бы тогда вот здесь возникло бы не вот такое неравенство, опять дельты не превосходит, я писал, миленько. А была бы какая-то квадратичная штука здесь слева по дельте. И нам нужно было бы, ну, я не знаю, что делать, опять же, либо оценивать какие-то слагаемые в этом квадратичном неравенстве каким-то образом, что, в общем, эквивалентно тому, что я сделал, либо решать это квадратичное неравенство, а это приятного мало. Решить такое неравенство гораздо проще. Мне здесь достаточно было любой грубой оценки на вот это неравенство, и я ее получил. Прошу, а можете еще раз рассказать про минимум? Мы минимум из каких соображений взяли? Минимум мы взяли из тех соображений, что нам нужно, чтобы вот эта штука работала, потому что именно в этом случае работает вот эта оценка. А с другой стороны, нам нужно, чтобы вот эта штука работала, чтобы 5 дельта была бы, не превосходила эпсилон. Для этого мы выбрали дельту, просто равную эпсилон делаемой на 5. Но, как бы, нам нужно, чтобы оба условия соблюдались, поэтому минимум из двух. Понял, спасибо. Можно еще раз какой-то тут 5 получилось. Как получилось 5, смотрите. Примаем. Ну вот давайте, вот, значит, можно смотреть так. Можно смотреть, что... Давайте посмотрим, окей, давайте я совсем сейчас попробую формально написать. Значит, мы знаем, что... Вот я потребовал, чтобы дельта была бы меньше либо равна 1. Тогда x... Ну, что мы знаем? Мы знаем, что x минус 2 меньше либо равняется дельта, больше либо равняется минус дельта. Можно сказать, что x меньше либо равняется 2 плюс дельта, больше либо равняется 2 минус дельта. Если delta не превосходит единицы, то это означает, что x лежит на интервале от 3 до 1. Справедливо такое неравенство. x лежит на интервале от 3 до 1. Дальше. Давайте посмотрим теперь на x плюс 2. В каком интервале лежит x плюс 2? От 3 до 5. От 3 до 5, совершенно верно. Теперь смотрите, если x плюс 2 лежит от 3 до 5, то чему самое большое может равняться его модуль? И в 5. В 5. Вот мы и получили вот это наше неравенство. Значит, ну, как бы, с одной стороны, можно думать про картинку, в которой нарисованы точки минус 2, 1, 2, 3, и сказано, что самое большое значение x, которое может приниматься, оно меньше 3, а модуль x плюс 2 – это расстояние от минус 2 до x. Можно думать, что модуль x плюс 2 – это на самом деле модуль x минус минус 2. Спасибо. А мы могли бы, например, на дельту наложить условие, что она не меньше либо равна единице, а меньше либо равна 2? Можем. Все. Можем, не проблема. Ну, тогда, значит, у вас будет вот эта вот штука превратиться, значит, здесь будет оценка не меньше 5, а меньше 6. Но, окей, тогда возьмем здесь не епсалон на 5, а епсалон на 6. Но все равно все сработает. Так, ну что, еще вопросы? Так, ну что, по лекции вопросы закончились, я так понимаю. Хорошо, давайте сделаем небольшой перерывчик, и если будет необходимость, я готов проконсультировать, значит, по поводу всего остального материала. Окей. Все, до свидания. До свидания, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.